У каждого по жизни бывают какие-то интересные авторы, которые как-то их задевают. Вот у меня таким человеком оказалась Татьяна Монтян, адвокат из Украины. Я уже не помню в каком из ее видеороликов, но... Там, значит, она решила свою семейную проблему очень просто и смешно. Так вот, в одном из видеороликов, я сейчас даже не могу найти в каком, но короче... Татьяна решила простейшую житейскую ситуацию, очень даже, скажем, необычным пользователем, очень даже мудрым житейским способом, который, к сожалению, 99% родителей детей решить не могут. Вот какая мудрая женщина из Украины. Объясняю. У нее два сына, и когда ее еще ребятки были, скажем так, маленького возраста, часто-то они уже взрослые, у них была проблема оподелить шоколадку. И постоянно у них там возникали там всякие там сборки-разборки. Что она сделала? Вот можете представить ум этой женщины, которая, допустим, предложила такое вот великолепное решение. Вот поставьте себя на ее, как говорится, место. У вас два ребенка, значит, там одного пола, разных полов, разного возраста. Какая разница? Им нужно поделить шоколадку. И что при этом начнется? А ситуация-то, ну, скажем так, встречается каждый день и везде. Вот специально молчу и жду вашего ответа. Подумали, да? А вот теперь послушайте, как она эту проблему-то решила. Значит, она просто-напросто, значит, сказала, что, допустим, кидайте монетку. Монетку кинули, допустим, так. Там монетка, например, кинула орлом. Орел, значит, шоколадку будешь разрезать ты. Хорошо. Нормально все, да? А вот кому выпала орешка, а тот будет решать, какую часть шоколадки ему кушать. И все вопросы о том, что шоколадка будет поделена на неравные части, тут же отпали. Они стали делить эту шоколадку шоколадку с филигранной точностью, чтобы каждому досталась ровно половина. Ну, вот, как вы можете, или что вы можете сказать о человеке, который вот такое вот придумал? Ну, мое мнение, скажем так, глубочайший респект и уважение. Вот просто умная женщина. Живет, как говорится, себе в Украине, работает, занимается там адвокатской практикой, пытается даже заниматься политикой. Не знаю, там дадут ей жизни или нет. Ну, вот, посмотрите, какие бывают люди и какие они принимают порой решения. Вот, вот, как вы оцените вот такой вот простой житейский опрос, который она решила? Я на нее нарывался совершенно случайно. Теперь, значит, послушайте дальше. У нее есть собственный канал на трубе. Вы можете там на него выскочить, посмотреть, там, послушать. Вот, пожалуйста, перед вами Татьяна Мантян. Чудо женщины из Украины. Смотрим дальше. Значит, она занимается, помимо, значит, там, ну, адвокатской, там, практики, значит, она очень хорошо разбирается в жилищных вопросах. Так вот, как она решает эти проблемы, я не знаю, я бы засадил бы, там, все правительства и носом бы ткнул, чтобы посмотрели, вот, поучитесь у человека, который может решать эти проблемы. причем она не претендует, там, на свое какое-то там авторство, что там она вот это вот изобрела и так далее. Она умный человек, она много читает и читает литературу, как говорится, на иностранных языках. И вот, в одном месте, насколько я понял, она нашла очень хорошую идею, значит, о том, как там, допустим, людям, которые там, да в одном и том же доме живут, но чтобы они, как говорится, вот, нормально могли его поделить и пользоваться всеми правами, как собственники, а не как, извините меня, узники ЖКХ. А вот, возьмите ролики и почитайте, и посмотрите, и почитайте. Ну, я могу так сказать, что в жизни я видел много людей, но вот, вот такой человек, который бы в ясной, внятной, на русском языке, понятной форме вам бы объяснил, скажем так, ваши права и обязанности, вот я не видел. Если вы мне сможете, допустим, такой ролик подобный показать, я буду просто рад, но вот на сегодняшний день для меня, допустим, Татьяна Монтян является непревзойденным человеком, который разбирается именно в этих вопросах. Великолепный у нее был ролик, где она очень хорошо рассказывала о том, как там, в какой-то там Занзибарской стране были жители, которые жили значит на реке, одни там жили выше, другие ниже, и как они не могли между собой ничего там разделить, и даже правительство пыталось их там помирить, и ничего не получалось. Но когда применили технологии, которые Татьяна там называют очень там сложным языком, по барабану, когда они все эти полномочия вот согласно разделили, все оказались в большом, в большом и большом плюсе. Вот мое такое мнение, вот как не прислушиваться к мнению людей с таким уровнем опыта, образования, там еще чего угодно, там интуиции, и так далее. Очень много с экрана нам свистят, там пищат, там, а вот делает так, делает так, а вот посмотрите, послушайте умных-то людей. Вот значит, я этот ролик сделал специально о Татьяне Мантян, причем меня вы знаете, знаете мое отношение к национальному вопросу, что для меня это ведь без разницы какой человек национальности, а для меня вот именно важен как говорится там ум, интеллект человека, так вот подходы Татьяны Мантян я вам могу просто возьмите наберите в поисковой строке или в гугле или на трубе наберите Татьяна Мантян выйдите на ее сайт, у нее там есть ролики и на русском и на украинском языках так вот хотя бы часть из них посмотрите вы просто будете шокированы вот какие умные люди живут у нас как говорится на белом свете никому они как правило не нужны ни политикам ну понятно почему я говорю да но тем не менее такие люди есть и вот от меня лично таким людям мой огромнейший респект и уважение за их самоотверженность за их труд в общем ну я думаю я сказал очень много добрых слов о Татьяне и думаю что вот некоторые вещи из-за ее опыта вы сможете применять и в своей практике но всегда помните о Татьяне как о человеке который сказал а как поделить шоколадку а вот смогли бы вы лично вот так вот взять и решить вот мудро эту проблему а вот я на 99% вам говорю что вы бы в ступор впали ну ладно значит я свое мнение значит здесь высказал я всем вам желаю всего доброго всяческих успехов и удач и пусть этот мой ролик пойдет вот именно в защиту людей которые могут многие скажем так и жизненные и даже государственные проблемы но решать то мудро а такие люди есть в любой стране в Украине в России да где угодно просто мало кто о них знает вот я на Татьяну нарвался случайно но я благодарен почему потому что я периодически просматриваю там ее видеоролики и большинство из них мне очень нравится поэтому значит вот могу вам порекомендовать вот такой талантливую женщину она иногда там и резкая бывает и так далее кому какая разница но говорить на вещи то по делу ну ладно всего вам доброго до новых встреч и значит если там ролик вызовет у вас там бурю эмоций вы уж меня особенно там не травите я просто в этом ролике вам высказал именно свои предпочтения что ли о человеке который совпадает с моими собственными что я ненавижу разделение людей по языку по возрасту по полу по религии по политическим убеждениям и так далее вот ненавижу я это и все ну ладно всем привет и до новых встреч